Итак, дорогие друзья, добрый вечер, добрый день. Получается у нас в эфире очередной выпуск программы с таким очень звучащим названием «Горожане». По сути, это очередной фейслифт программы «Один из нас», абсолютно это не скрываю. Но сегодня мы бы хотели поговорить о том, как у нас в городе, столице республики, относятся к памятникам архитектуры. Люди все знакомы, это актив Республиканского общественного объединения, общество охраны памятников. Так что давайте начнем наш, я думаю, очень интересный разговор. Дорогие коллеги, коллеги, прежде всего, начальство, председатель городской общественной палаты Андрей Высоких, начальство, бывший мой начальник, совсем недавним прошлым, руководитель НК Сахада и коллега получается. Ну, коллега, по сути, общественник, человек, который очень много делает. Ну, согласитесь, что личный вклад Саши очень большой в деле информирования, прежде всего информирования о тех временах, когда Якутск был совершенны. Мы находимся, спасибо, Андрей Анатольевич, в очень теплом, уютном здании, которое сейчас называется Цирильня. Это, наверное, я абсолютно без ложной скромности сообщу, что это образчик, пример того, как предприниматель, будешь предприниматель. Предприниматель вкладывается не в новодел какой-то, а реконструирует, восстанавливает настоящий, аутентичный памятник архитектуры. Я просто был ошибочного мнения, я всегда думал, что это игорный дом, где штабс-капитаны какие-то там проигрывали с пух и прах и так далее. Но Саша меня поправил, говорит, игорной дом стоял рядом. Но отношение к азартным играм все-таки это здание имеет. Давай вот с этого начнем, Саша. Какое отношение Цирильню имеет к азартным играм? Ну вот здесь вот совсем рядом с этим домом стоял такой дом Маркова. И вот он... В последнее время он стоял такой некрасивый, сгоревший. Да, он стоял сгоревший. Это был дом таким, ну, как бы можно сказать, двухэтажный, но по правилам это был дом с большой смезонином. Ну, вот как раз именно в дореволюционные времена в этом доме он как бы был как точкой общепита, соответственно, да. И там собирались в основном как раз представители нашего заречья, то есть приезжали сулусов. И по всем этим, опять же, нашим газетным материалам, когда выходили не до эволюции, там говорилось, что это было очень злачное место. Как раз вот именно там вот именно наши селяне приезжают сюда продавать на рынок, он здесь был рядышком. Это так называемый малый базар, где кружала там была бойкая торговля. После продажи, как бы получая эту вылечку, они приходили в этот дом Маркова, ну и, соответственно, проигрывали эти деньги. То есть абсолютная иллюстрация пьесы не устроивает этой беды? Вот именно как раз вот не устроя вот это произведение, именно как раз вот основано вот на тех событиях, которые происходили здесь рядом, в доме Маркова, да. Этот дом Маркова, ну, он где-то сгорел, наверное, где-то в конце 80-х годов. И вы, Дмитрий, вот должны его помнить прекрасно, потому что он такой, как бы он был большой, но такой подгоревший, он долго стоял здесь на этом месте. А по дому уже капитана якутской тюрьмы, вот хозяин этого дома, это вот уже начальник якутской тюрьмы, и, наверное, Анатольевич, наверное, больше, наверное, расскажет об этом человеке. Нет, но все-таки, еще раз, вопрос звучал так. А здание Цирюльни-то все-таки имело отношение? Нет, ну, Цирюль, так я понимаю, это уже при Анатольевича, да, при Андрея Анатольевича она появилась, потому что все-таки это у него салон красоты, и как-то, видимо, надо было называть стилистически, там, ближе к 19-му, начало 200-х века. Игровые дела. А то, что азартные игры, наверное, мы помним, и вы, наверное, Дмитрий, помните, все мы помним, в карты играли в советское время активно, тоже на определенных квартирах, и, в частности, вот именно деревянные дома, да, где вот жили как раз вот, ну, не совсем... Да, картежники, игроки, они же были в основном коммунальными как раз, то есть это такая, и поэтому теневой, так сказать, игровой бизнес... Бизнес существовал всегда. Бизнес существовал всегда, да. Даже и сейчас, помним, существует. Ну, и потому что там же, если игровой дом был, да, он, конечно, энергетика того дома, все-таки она здесь присутствовала. Андрея Анатольевич подтвердит. Да, считанные метры буквально отделяли дом Маркова от этого здания. Так что в советское время здесь вполне собирались на втором этаже. Ну, на самом деле дом интересный, да, то есть, ну, когда жил капитан Саровацкий, это был дом одной семьи, да, и, ну, вот эта трагедия там 22-го года, когда его вместе с Юшманом в один день расстреляли без суда и следствия, и даже мы не знаем, где их останки тел, ну, ну, и вот семья была просто выкинута на улицу, ну, так, ну, это было время, да, такое. Потом, почему мы предполагаем, что здесь были азартные игры, ну, если помните, когда мы его разбирали для реставрации, то есть надо было сделать оценку всего здания, то есть оценка имеется в виду сохранности бревен и так далее, и мы очень аккуратно все очищали, очищали фундаменты, очищали все стены от штукатурки, и наверху надо было разобрать вот этот вот утеплитель смеси опилок со шлаком. И там вот эти ребята, которых я нанимал, ну, это были вот одноразовые рабочие, как мы сейчас можем говорить, да, то есть утром приходили, вечером ходили, и нашли коробочку из-под металлического, из-под чая, где как раз было золото. Ну, это во всех газетах и так далее. И вот кто-то сказал, ну, тут же вот на втором этаже были вот как раз такие игроки собирались, вот потом один из жителей принес нам вот эту домовую книгу, то есть, ну, мы, конечно, сомневаемся, что это тут играли жители этого дома. Почему? Потому что предприятие было серьезное, 14-е предприятие, оно очень закрытое, картограф, если помните. И сюда люди приезжали из Москвы, из Ленинграда, тут еще, ну, с 50-х годов здесь что-то все написано. Ну, хотя кто знает, может, под эти приключки мы играли в карты, и кто-то, может, там затырил золото на чердаке. Ну, то есть, конечно, вот история дома интересная. Вот это вот, когда мы его разбирали, нашли записку, да, то есть листовку, это 30-е годы. 30-е годы обороны чего? Странные, да, то есть, вот давайте построим, этот, дирижабль там, ну, короче, вот в таком все. Агитки, да, были. Потом мы нашли там еще что-то. А, кстати, была анкета сделана, ну, видимо, для, там подписано, по-моему, общество. Долой неграмотность. И общество неграмотность, или что-то такое было? Да, центральный совет общества Долой неграмотность. Да, и вот анкета была, и было написано по-икутски, но не кириллицей, а латиницей. То есть, это вот... Это значит до 30-е годы. Да, до 30-е годы, да. То есть, такие вот маленькие вроде бы вещи, но это на самом деле интересно. Ну, что рассказать, в каком виде этот дом был, когда он нам доставался, то есть, ну, почему остался этот дом, будем так еще говорить, да? Просто решено было убрать этот дом, засыпать землю песочком, потому что тут нельзя ничего было большое построить, и все. И я вот тогда сказал, ну, давайте хоть что-то оставим из истории, вот реально вот этой улицы, потому что этот дом я с детства знал, городская баня рядом. Нас отец сюда возил с братьями, да, и мы тут, ну, то есть, мимо этого дома пройти нельзя было, потому что рядом стоял вот там киоск. Взрослые мужики пили пиво, нам покупали лимонад, ну, это все так вот было, да. Вот в таком виде этот дом был, то есть, на самом деле, здесь не было вот этих ажурных элементов, которые сейчас есть, но мы сделали так называемый собирательный образ, то есть, наличники родные, бревна 70% родные. Мы поменяли нижние венцы, верхние венцы, мы полностью это здание разобрали и перенесли на 3 метра от дороги, это было условие архитектуры, ну, это сегодняшняя градостроительная, да, то есть, красная линия должна сохраняться, если здание полностью восстанавливается. Вот, и решили, что когда вот уже коробку сделали, вот Олег Георгиевич Карамзин, Царство Небесное, мы с ним очень плотно работали, он говорит, давай сделаем вот эти элементы, которые сегодня сохранились еще и в залоге на старых домах, вырезанный узор, мы делали идентичные, такие же, и вот по кругу пустили их, и, так сказать, ну, собрались, так называемый, вот я называю это собирательный образ деревянного зодчества в городе Якутске. Кармазные доски во дворе, то есть забор, это все натуральное, ступени, вот здесь у нас две лестницы, ступени деревянные сделаны из половой доски, которая здесь лежала, то есть, это порядка там 12 сантиметров толщина досок была, ну, просто мы их обработали, сняли там два слоя, сверху снизили, да, и кому говорит, что вот этим доскам там 140 лет, никто не верит, если честно, хотя, и вот, согласитесь, что, когда даже сейчас мы иногда ну, буквально там еще, в прошлом году разбирались, уничтожались просто такие дома, которые попадали под расселение или так далее, вот, то есть, это такой шикарный фонд для вот восстановления, или, как мы говорим, донорский материал для восстановления, ну, поскольку мы не имеем возможности все это выкупить, да, или там как-то еще, то вот это все, ну, уничтожается и все. Андрей Анатольевич, я знаю, что, на самом деле, все, вообще, все сторожилы Якутска, да, все, они объекучиваются, да, то есть, какие-то элементы городских легенд, да, фольклорные вещи, там, верования каких-то, да, а привидения-то здесь есть? Андрей Анатольевич, да, на самом деле, знаете, вот даже, ну, вот фотография, то есть, он просто, и вот там где-то в глубине какая-то вот такая светотень или что-то, да, то есть, мы никогда не обращали внимания, а потом, ну, девочки, которые здесь работают, они стараются уже вечером не быть по одной, потому что что-то шумит, где-то там, а потом, знаете, было интересно, к нам приходят именно мамочки, ну, с маленькими детьми, там, 3-5 лет, и они заходили под лестницу, там у меня висел Пиноккио, я привез, не помню, из Чехии или откуда-то, ну, вот Пиноккио, а они заходят, и с кем там разговаривают? Ну, Пиноккио же там, куколка, а потом выходят, говорит, ты с кем разговаривал? С мальчиком. Это пример того, как современный бизнес, представители бизнеса вкладывают определенные инвестиции в существовавшую 140 лет инфраструктуру, да, вот такую вот, давайте, если не секрет, пусть это будет образцом для других предпринимателей, для других людей с возможностями, скажем так, да, во сколько обошлось приведение вот этого, вот это? Ну, на самом деле, мы год восстанавливали документы, потому что, на самом деле, это там быстро все уничтожено, то есть, он снят из каких-то оттуда, 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 потом выясняется, что это в госреестре 14 предприятий должен выкупать, ну, не важно, то есть, это год, я старался делать все пошагово, как теперь называется, да, правильно, чтобы потом не было проблем. Мы даже, когда все это разобрали, мы первые в городе Якутске официально сделали археологические исследования, согласно закону РФ, то есть, на территории исторической зоны обязано быть археологические исследования, мы это сделали. То есть, я привлекал, вот я говорю, и Пантелеймон Пантелеймонович, и Олег Георгиевич, и вообще, так сказать, вот, всех собирал, говорю, ребята, давайте вот дружно все сделаем, чтобы сделать образец того, как, ну, максимально, будем так говорить, сохранить и донести дальше эту идею, да. Ну, если на тот момент это было, порядка, по-моему, 8 миллионов. У нас была очень развита строительная индустрия в то время, то есть, это не просто доски, да, вот у меня там, они сохранились, доски, которые пилились, скорее всего, здесь, в Якутске, 12 метров длиной. Вы сегодня не найдете ни одной пилорамы, которая работала бы на такой длине. Потом, ну, вот, потолок был обшит тоже доской, которую, сейчас мы говорим, это четырехсторонний станок пропускал, то есть, это настолько интересно, мы вот эту доску обшили снаружи, вот этот пристрой, там, а-ля веранда. Дверь, которая здесь стояла, она, как гармошка трехстворчатая, да, вот ей 140 лет, она абсолютно как новая. И я сомневаюсь, что ее кто-то привез, там, на Карбазах, да, из Иркутска, там, или, там, с Москвы, или с Турции, да, все делалось здесь. И вот эти наличники, все эти рамы, все эти двери, все делалось в Якутске. Мы сегодня собрались, на самом деле, по одному достаточно печальному поводу, да, давайте, Руслан Васильевич подтвердит, Саша даже подтвердит, да. Всем известный краеведческий музей, шикарное здание, да, всем нам известные и так далее. Архиерейские палаты. Архиерейские палаты, да. Они буквально со дня на день будут закрыты для посещения, для посещения. Предстоят работы, я так понимаю, да. А вот давайте, вот, используя этот повод, давайте мы вообще проанализируем, как у нас в современном Якутске, Якутске 21-го года, да, 2021 год, относится к тем зданиям, которые остались с прошлого. Ну, наверное, то, что вот последнее, что, как бы, да, вот, было послание нашего главы республики, Осин Сергеевича Николаева, да, государственного собрания УТУМЭ. Вот я, наверное, впервые услышал, когда первое лицо республики, такое, с болью, в сердце, прямо говорю, просто это позор, да, вот, позорно смотреть на наши объекты культурного наследия. Как мы относимся? Наверное, ни к одной отрасли, ни к одному, там, направлению, да, социального развития, таких слов никогда не было. Это говорит о том, что мы действительно подошли к такому моменту, кризисному, да, что просто уже некуда уходить. Надо заниматься именно восстановлением, вот, просто в таком состоянии, ну, можно сказать, как, если человек, там, больного, да, то уже, как бы, у него сердечный приступ, уже присмерки, да, реанимировать, да, уже надо реанимировать. Да, и вот, то, что ты сказал, вот, яркий пример, скажем, вот, музей Ярославского. Мы как раз по этому поводу, собираясь в мае месяце, мы провели выездное заседание Совета Ярова Айпик именно по этому вопросу, вот, его здание. И мы там просмотрели, это действительно, ну, здание-то уже и в прошлом, и в позапрошлом году об этом тоже говорили. Приезжал представитель Центрального Совета Айпик Артем Демидов, да, и мы тоже ему показывали, об этом трубили. И вот как раз это майское наше заседание мы составили протокол, направили к главе республики, там, к главе города Якутска. Понимаете, да, и слава Богу, и даже рассматривали этот совет, этот вопрос рассматривали на Илтумене, час правительства Илтумене. И я бы хотел сказать, знаешь, вот это для меня было поразительно, что наши депутаты, наши депутаты, наши посланники, да, они абсолютно не понимают о том, что надо сохранять, соблюдать закон. Есть федеральный закон, ФЗ-73, а в объектах культурного следствия там прямо говорится, что собственник должен сохранять, содержать, и даже по конституции России каждый должен заботиться. Поближе ко мне. И вот там происходили такие споры, Илтумене, да, и просто там вставали депутаты и говорили, может просто снести этот дом. И поставить коробку. Вот как же, давали пример, скажем, Россия, моя история, парк, да, мультимедийный парк. Вот примерно такую коробку поставить, и все. Вот. А что говорить о других-то людях? Поэтому, конечно, вот здесь в первую очередь, чтобы сохранять наше культурное наследие, мы всегда должны сделать у себя, как бы в голове у себя определенные переключения какие-то, да, сделать. Поэтому и действительно, вот уже подошли к тому, что музей будет закрываться. Но сейчас вот благодаря тому, что мы поднимали все вопросы, там сейчас министерство культуры готовит техзадание. Знаешь, вопрос как бы сдвинулся, идет. Мы уже рассматривали этот проект техзадания, несли свои там небольшие корректировки. Значит, так работа идет. Но она должна была идти раньше. А ведь в 2022 году у нас есть столетие образования ЕССР. Большая историческая. Да, а именно в 20-е годы, да, вот Саша подтвердит, именно Максим Кирович Амозов, Аюнский поднимали вопрос, чтобы предоставить здание это нашего музея. Представляете, в те вопросы поднимали. А ведь на самом деле могли там поставить какой-то... Обком партии. Обком партии, да, какое-то там учреждение. Ну, да, ну что, любой проект план. Представляете, в те времена они думали о сохранении культуры наследия, о нашей истории. И самое шикарное здание отдали под музей. И мы, их потомки, мы потомки, как отнести. А что будем говорить к столетию? Как мы отнеслись? Ну, не получилось. Да. Или, скажем, вот наши... Не смогли, да. Да, следующий объект. Да, вот один, как бы, характерный такой, он уже вот перед закрытием. А вот возьмем реально училище. Оно стоит уже... Я когда был молодым, я туда на танцы ходил. Там был физтех, там, да, вот. ИТФ. ИТФ, вернее, да. Он функционировал. Но, правда, он был всегда в таком состоянии ремонта постоянного. Но, тем не менее, он функционировал. А сегодня в каком состоянии? Или, возьмите, мужскую прогимназию. Тоже сгорело и стоит. Вы знаете, Александр Васильевич, меня в этой ситуации коробит... Ну, конечно, это новая технология, да. Конечно, это попытка передать хотя бы визуальный образ того, что стояло на этом месте. Я имею в виду вот эти защитные баннеры, сетки, на которых отпечатано, типа, ну, полиграфским способом, вот, каким здание было, да. Про гимназию я заходил туда, я даже свет включал там и так далее, и так далее. Абсолютно все функционально стояло. А потом одели вот эту робу, да, извиняюсь. После пожара. Я говорю, после пожара. Одели робу, ну, я не знаю, это такая потемкинщина. То же самое творилось перед иными детьми Азии, да. Вот одевали деревянные какие-то здания. Раз и детьми Азии и одели эту рубашку-то. Ну, первое здание... Вообще, подход это... Дмитрий, первое здание, которое, ну, будем так говорить, возвращено к жизни, это сегодня здание президиума Академии Новых. Да. То есть, это здание областного суда. Если вспомнишь, в 90-м году оно было вот как раз так же полуразрушено. Там одна треть, восточная часть была разрушена, фасад упал. В этой части, северной, был пожар. И практически здание не подлежало восстановлению. И вот в 90-м году, тогда Семен Николаевич Назаров был главным институтом в городе. Он предложил передать это здание ферме «Фарус». Тогда вот советско-британское предприятие, которое обстроило медцентр. И меня вот взяли на работу как раз для того, чтобы я это здание восстанавливал. Тогда еще был просто Коля Алексеев. Это сейчас Николай Николаевич, уважаемый нами человек. Тогда он просто в мастерской работал. Мы с ним на пару лазили по этому полуразрушенному зданию, делали обмерные частежи, чтобы на основании их сделать уже вот это здание. Мы его полностью разрушили, разобрали. Ни кирпич, ничего не сохранили. Мы только верхнюю вот эту, ажурность кованую сохранили, потому что она была нетронута. И чтобы не бить фундамент свайный в ленточный, мы по диагонали сдвинули на полтора метра. Вот все здание сдвинуто на полтора метра. И заново построено. То есть мы снаружи, оно точно такое же, как было там Лишевич, который в 1906 году его построил. То есть у нас четыре здания архитектора Лишевича. Это вот областной суд, библиотека Пушкина, казначейство и архиерейские палаты. Вот, ну, сегодняшние, так сказать, люди, которые родились там в 90-х, они даже и не знают, что это абсолютно новое здание. То есть снаружи мы сделали вот такие, как оно было, а внутри, естественно, оно современное. Там были вот здоровенные такие балки, на которых здесь был потолок. По периметру была кованая пластина, которая соединялась таким замком, это заменяло как бы сегодняшнюю арматуру кладочную. Поэтому сегодня то, что мы говорим о реальном училище, мы реально предложили, что его не просто надо восстановить, да, как историческое, его нужно восстановить, чтобы можно было его эксплуатировать и вот наполнить его жизнью. Из 130 лет существования, нет, чуть меньше, извиняюсь. 11-й год, и в этом году получается. 110 лет. Из 110 лет существования этого здания, она существовала по своему назначению только одну треть. Все остальное время она была, к сожалению, в аварийной ситуации. Ну, это был, будем говорить, продукт. Хотели как лучше, получилось как всегда. То есть, при крафте все это строилось, вот передовой человек, они с фишманом, и вот они закупили эти котлы паровые и поставили в этом большом здании эти паровые котлы и пустили отопление под полом первого этажа. Ну, кто бы знал, что такое вечная межлотерия, как с ней обращаться. И вот получилось так, что, да, через три года началась проблема, и здание пошло, то есть, практически сегодняшние фундаменты, они, как бы мы там ни старались, на них здание посадить, то есть, отремонтировать нельзя. А вообще, смотри, приезжают, когда туристы, ты много с ними общаешься и так далее, они гуляют по так называемому старому городу, да, который непосредственно близости от Цирюни находится. И согласись, что многие говорят, что это новодел, это... Хорошо, хорошо, да. Я вас понял, да? Да. Сейчас я вам вестю. Любой гость, который приезжает к нам в Якутск, то есть, он начинает путешествовать, в любом случае, с Якутска, это либо человек едет в Аммекон, либо на Линской столбе, в Линской, да, в летний период, либо там на рыбалку, кто-то на охоту. В любом случае, у них есть несколько дней для экскурсии. И обязательно в нашей программе это есть, конечно, старый город, то, что мы говорим, это улица Кирова, Амосова и часть улицы Чернышевского, Хабарова, да, получается. И потому что здесь у нас и КДМ стоит, у нас и обратная башня, которая как пять лет уже начала работать активно и принимает все гости. Но, когда наши гости ходят, особенно туристы, которые вот едут в Аммекон, они очень у нас начитаны, они пробовали практически во всех уголках мира и прекрасно понимают ценность, историческую ценность этих вот, как бы, объектов, да. То есть они видят, где это настоящее, а где это подделка. Но и, к сожалению, вот наш старый город, да, вот охрана зон номер один, там у нас всего лишь, к сожалению, только три подлинно исторических объекта. Это у нас русско-азиатский банк, это потому что в свое время реставрировала ее, это компания Банк Алмаз и Регенбанк, это Преображенская церковь, там занималась Алроса и мемориальный дом изи Максима Кирича Амосова. Это вот где памятник стоит? Да, памятник. Где возражение каждый год? Да, на улице Амосова. Ну, он, конечно, был перенесен еще в 80-е годы, но благодаря тому, что там жил такой великий человек, это здание сохранилось. Все остальное, к сожалению, это новое дело. Где-то с конца 70-х годов вопрос о сохранении вот этой исторической части, вот именно, где вот наш кружало, вот весные ряды, он ставился в вопрос постоянно, уже твердо, то есть были огромные публикации, огромное количество публикаций в наших периодических изданиях. Выходили телевизионные программы Дмитрия Ивановича Саронова-Малона, телевизионные, о том, что это нужно охранять, и то, что это наша история. Ну, и началось это все сдвигаться примерно где-то к 81-му году, когда появились первые проекты о сохранении этого участка. Ну, потому что это базар, это было очень многолюдное место, и, собственно, тогда еще, тогда еще, помните, рынок-то еще и был. Да, где кружало стоял. В 80-м году он стоял, кружало стоял, зелень покупали. Да, да, да. Зеленый рынок. И кружало, вот, допустим, кружало, это был вообще уникальный объект, на тот момент такого объекта уже вообще целого в России не было, потому что сначала, ну, как бы, и в центральной России это все было деревянное, а потом они уже потихонечку, там, в 12-м, 13-м, 14-м веку переходили уже в каменном варианте. И, собственно, всегда все ученые, начиная с первых там исследователей, которые приезжали к нам в Якутск, начиная с 18-го века, начиная с первой камчатской экспедиции, Витусом Берингом, который руководил, вторая камчатская, уже Великая Сибирская, да, северная экспедиция, Миндельдодорф, Врангель, Матюшкин, да их целый перечень вот этих вот, да, исследователей Северо-Востока Азии и вот и Русской Америки, они постоянно говорили о том, что наш город уникален, и они прямо прописывали в своих воспоминаниях, какие объекты имеют огромную ценность для истории в целом России. Это в первую очередь остатки Якутской крепости, да, Якутского Кремля, это наша надвратная башня, и вот те объекты, о которых мы говорим, это вот в первую очередь окружало, которое было, стояло. Ну, в общем, этот момент, это сдвинулся именно к 82-му году, к 350-летию вхождения Якутии в состав российского государства, и в том числе 350-летию города Якутска. Уже возникли первые проекты, именно вот как первая охранная зона. И все это сдвинулось, наконец, концепцию только приняли, только в 87-м году. Но уже, получается, где-то примерно, уже, ну, опять же, при Евре Филипповиче Миключике был создан вот этот фонд Якутск, где как раз аккумулируются уже деньги, которые должны были идти на реставрацию этих объектов. Но в этот момент начали гореть там эти объекты. Вот мы помним, что сейчас вот, наверное, это дом, первый городской музей города Якутска, дом Березки, но он неоднократно горел, опять же, там его пытались остановить, но он горел. Там дом Эвростова сгорел. И тут почему-то пришло мнение нашего, руководителя нашего города, нашей республики, о том, что, собственно, нужно поменять концепцию. Не надо сохранять эти объекты, исторически реставрировать, а сделать концепцию у нас как-то? Неизбираем. Нет, нет. Она начала звучать так. Воссоздание исторической среды города Якутска конца 19 века, начала 20 века. Вся. Воссоздание. Воссоздание. То есть это, по сути, каменные здания, обшитые материалами под дерево. И поэтому все эти здания, которые мы сейчас видим, они имеют отдаленное, абсолютно отношение, даже визуальное отношение к тем объектам, которые они были. Вот смотри, Александр Руслан Васильевич, Андрей Анатольевич, если в залоге, мы пойдем по тому же пути, что и при Штурове, мы окончательно потеряем дух. Нет, ну совершенно верно. Потому что, вот не зря же мы делали оценку, что старый город, это в основном новодел, и мы как раз залогом стали заниматься с первого момента, как только было создано или воссоздано Якутско-республиканское отделение Вайпик. А мы были воссозданы в 2015 году. И сразу же стали поднимать этот вопрос по залогу. Именно сохранение аутентичных старых деревянных домов. И спасибо, в то время главой города Якутска был Асин Сергеевич Николаев, и главным архитектором была Ирина Дмитриевна Алексеева. Вот они нас поддержали в этом плане, и дали задание, что мы разработали концепцию именно сохранения заложной части. Она, в общем-то, уникальна, потому что это же была там Якутская станция городовая. Значит, транспортный узел, это дорога, Ямщицкая, соединялась с Иркутском, с Питером, с Москвой, дальше, на восток, это Аян, Охотск, Русская Америка, Юго-Восточная Азия, и в то время, когда не было железной дороги, это же был чайный путь. Значит, весь чай в Россию шел через Якутск. И, конечно же, вот мы, учитывая тот опыт, да, старого города, вот представляете, соляная лавка. Соляная лавка была еще нормально функционировалась, стояла, ведь ее разобрали, просто-напросто снесли, поставили на воде. Аутентичный материал просто вытерят. Или, скажем, тот же самый магазин, где продают часы-то, да, династия. Династия. Это дом Олега Новосильева. При оригинале, вот поставили на воде, а оригинал умирает. Вот сейчас мы его спасаем от физической утраты, просто-напросто, да. Поэтому, тогда вот концепцию мы защитили, в общем, тогда было, примерно, 37 домов. Мы обследовали. Залоги. Залоги. 37 домов еще были в хорошем состоянии. Это квартал 55А. И тоже очень важно, что, если до этого бился только город Якутск, над этим вопросом, то после послания Осин Сергеевича Николаева, он ведь прямо сказал, республиканская, власти вам помогут, городу Якутску. И сегодня уже идет работа в этом направлении. Сейчас все министерства, министерства строительства, министерства ЖКХ, министерства экономики, финансов, начинают именно включаться в этот процесс. Сегодня мы работаем уже над дорожной картой. Я думаю, что сейчас дорожную карту сделан, и тогда на этой территории два объекта культуры наследия оригинального значения, республиканского значения. И сейчас уже идет работа, в конце февраля мы должны получить на гора, это объединенные охранные зоны этих двух объектов, где будут прописаны градостроительные все, как бы, нормативы там, да, что можно строить, как именно под этот проект, под проект Тютчевый. Я думаю, что вот сейчас эта работа начнет сдвигаться. То, что мы сейчас там видим, это Ерстрой, это УТУМ, не вписывается абсолютно в то, что там будут какие-то старые элементы сохраняться. То есть... Почему? Они через дорогу, ну, понимаете, нельзя там в радиусе 100 километров вокруг этого ничего не строить, да? То есть, ну, есть градостроительный совет, мы тоже там рассматривали на фоне, например, того же собора, да, который там и сегодняшней, вот этой школы церковной, что-то строить рядом, жилые дома. Но с другой стороны, мы же понимаем, все равно людям надо где-то жить. Если мы хотя бы вот этот треугольник сохраним, оно все равно сохранится дух. С одной стороны, ты прав. Конечно, вот дома, и вдруг там где-то раз, и старые могут затеряться. Ну, спасибо сейчас, что хоть сохраним и старый кусочек города Якутска. И сохранить старый, вот самый зеленый лук, да, кусочек, значит, старый рельеф сохранить, да, вот. Если мы сохраним с вами зеленый лук, вот этот кусочек старого города Якутска, лог, да, вот это, или, как сейчас говорят, теплое озеро, да, теплое озеро, шахту Ширгина, да, вот, реальное училище, там, да, про гимназию, вот эту всю эту территорию, потом мосточек будет, и который будет соединен через глухой переулок со старым городом, то это уже получится, как бы, такая вот, ну, интересная, своеобразная инфраструктура, у нас есть нашего города Якутска, это историко-архитектурный символ, это башня, надвратная башня, да, та, которая сгорела. та, которая сгорела в 2002 году на территории, на территории Кривейского музея, но, так как он был символ, в этом же году, благодаря, вот, и Эли Филипповичу, и Андрею Анатольевичу, и нашим плотникам, да, вот, ребятам нашим, Эрнст Алексеев, Эрнст Алексеев, Кутукенеров, Акласов Васильев, Акласов Васильев. Она была собрана по мерзим чертежам, то есть, точная копия, ну, буквально за две с половиной недели. За месяц. Ну, за месяц, ну, если так, то есть, мы ее, да, ко днюю году мы успели сделать. Но, когда вот мы открываем вот эти архивы, да, то есть, мы сразу же видим, что сохранение вот этой башни, даже не только одной башни, но там еще были, вот сейчас улица Гежиркова, да, вот, за театром оперы и балета, переулок Гежиркова называется, раньше она улица Башина называлась, и там был такой, как бы целый, можно сказать, еще сохранился целая западная стена вот якутского Кремля. А у нас был свой Кремль. То есть, острог это понятие, это то, что вокруг Чистакового была эта новая стена, а внутри был у нас именно свой якутский Кремль. Вот она сохранялась. Это вот на гравюрах воздействия временах которые есть. Да, да, да. И постоянно вот мы, в общем-то, на тот момент даже, к концу 19 века это наша. Это Кремль. Ну, это вот, она совсем, это по тем традициям 18 века, да, якутская все это, наверное, штат Якутска. Да, штат Якутска. Ну, это вот работа Витцина, она, как бы, одна из первых, после, ну, первая это Ремензовская, конечно, а потом уже Витцина. Ну, есть такая работа уже при, в первой Кремль, но не в этом дело. В общем, на тот момент таких объектов в Ассиеве уже не было такого комплекса. И поэтому ставился вопрос на уровне вообще Николая II, то есть ходатайствовал о сохранении вот этих стен и этой башни сам Столыпин. Ну, есть, прямо, документы есть, об этом говорят, что он выбивал в Гордуме, то есть в Гвоздуме выбивал деньги, что Городу Якутску нужны срочно необходимые средства для реставрации этих объектов. Но, к сожалению, деньги пришли только на одну башню, вот на обратную, которая стала соответствовать Семену Городу Якутску. И подписал этот документ сам Николай II. Нет, то есть проблема неосвоения, вернее, там, недофинансирования и так далее. И тогда уже тогда федеральные деньги привлекались. очень длинная бюрократия. Как сейчас, как бы... То есть не надо списывать на то, что это нужно тогда и сейчас это нужно было только городу. На уровне первого лица государства он подписал быть сему. Подписал и выделил деньги. То есть это получается, как Мишустин сейчас активно... не Мишустин. Ну, в столбе, да. Мишустин активно в Госдуме отстаивает вот залог япуски нужно сохранить. А Путин подписывает, да, в силу того, что это чайный, центр чайного, всех, то есть торговый... Нет, нет, не обязательно так. Он должен утверждать. Ну, условно. Всему быть. Помнишь, ты говорил дом, в котором на Геминии, где начала Колчак? Колчак, это у нас, да, это была дача Стрелова. Да, недавно же стояла. Она стояла, но когда представитель Стрелова... Абсолютно недавно. При нашей жизни. Ну, мало того, что... Лет 10 тому назад она стояла. Да, Ефим Стрелов, он не только как бы то, что там Колчак жил, ну, Колчак это такая личность, она... Нет, неординарная, да, ну, у нас там был... Русская Арктика, это все-таки... Да, когда был гидрографом, то есть он был настоящим исследователем Арктики, когда у нас был. Но Ефим Стрелов был не просто Арктикин человек, это был первый археолог в нашей Якутской области в тот момент. В первую очередь наш город Якутск привлекал внимание всех исследователей своими деревянными объектами. То есть того, что уже не строилось, допустим, да, в Пскове, в Москве, в Калуге, в Вологде, у нас они еще сохранялись. У нас еще есть прекрасные образчики якутского деревянного здочества. Они есть практически во всех наших улусах, районах нашей республики. И этим проблемами мы тоже занимаемся. И в первую очередь мы всегда говорим, что мы всегда их пытаемся, наши гостей возить, это Черкёвский музей. Именно там, где Асин Сергеевич на свои личные следства реставрировал мельницу Топчанкова. И таких вот у нас, понимаете, они до сих пор стоят на Аласах. В этом году буквально отмечается 110-летие Сорона Малона. То есть того нашего, будем говорить, самого главного хранителя истории, интернационалиста большого, с большой буквы. И вот его дом на Черношевского, кстати, один из первых домов, который мы хотим установить. Мы как раз обратились с официальным письмом о том, чтобы этот дом передали нам в АПИКу. И мы бы тогда, как общественные, по федеральному закону, можно передать общественным организациям, у которых в уставе прописано сохранение объектов культурного наследия, передать объект культурного наследия. А он является выявленным объектом культурного наследия. Это был бы, конечно, первый шаг, когда силами общественной организации может быть воссоздан такой реанимирован дом. А, скажем, 120-летие он бы распахнул свои двери для общественных домов. Как дом-музей. Да. Хотя, все сегодня понимают, даже тот же бульвар учителя, там не предполагаются археологии. Все было абсолютно случайно. Саша свидетель. Ну да. И когда начали копать, накопали, там и 17-е, и даже один из кто-то ученых сказал, город Якутск может прибавить себе 200 лет. Ну, ребят, ну так нельзя говорить, конечно. А эти бульвары учителя средства были заложены федеральные, республиканские, знаешь, несколько уровней. И стройка была остановлена целый год для проведения именно археологических работ спасателей. Да, у меня друг там живет рядом, ну, в смысле, окна его уходят, окна на бульон. Адрюшку водили. И он прямо ну, отчитывался в социальных сетях, вот копают, там копают, то видимо, что-то, видимо, нашли. Беготня там, коротко. А было так, что я проезжаю по Кулаковску, работает бульдозер, выворачивает кебра, ну там, полметра в диаметре. Но я понимаю, что это уже 19-й век. Звоню Саше, звоню Леониду, говорю, а что вы там нет? Почему вас там до сих пор нету? И вот буквально они там пришли два дня, что называется, поработали, и такой красный флажок. Есть такое движение Том Сойерфест. Как раз Кочетков, именно вот основатель этого движения, он приезжал к нам в Якутск весной, мы с ним общались, ездили везде, смотрели, и возникла идея, ну, почему бы и у нас? А это в основном движение идет в западной, в европейской части России, скажем, да, вот, в российской части, а за Уралом нет этого движения. Потому что там транспортные и прочие там проблемы. И мы тоже стали думать, а почему у нас это движение не развивать. И все-таки, ну, зачем нам Том Сойерфест, когда у нас есть Дмитрий Конец Сорвеномолон, да? И мы, наше движение назвали Сорвеномолонфест. И вот в прошлом году мы отработали в Черкёхе как раз и восстановили башню Трощанского, не башню, а юрту, юрту Балаган Трощанского. Вот, и в принципе, там принимало участие порядка 40 человек. Да, вот они добровольцы, работали там. Далее мы провели курсы, там уже на курсах, там как бы практику подтвердили как бы теоретическими знаниями, да, и это уже прошли порядка 70 человек. Они все получили аттестаты там, да, сертификаты, вернее, о том, что они курс волонтёров прошли, да. Поэтому у нас сейчас есть уже, скажем, волонтёры наследия, мы как называем, да, волонтёры наследия, уже как бы такой отряд, который не просто может что-то делать, они уже понимают, что такое реставрация, да, какие документы, как это надо работать, прочее, да, вот уже такой костяк есть. И вообще вот волонтёрское движение, вот оно может существовать, когда есть такие как бы основы какие-то, да, какие-то, это желание общества, во-первых, работать, во-вторых, это бизнес-сообщество, которое готово поддерживать неравнодушно в этом направлении, и самое главное, это государственная политика. государство должно создавать определённые условия, да, для этого, чтобы волонтёрство могло функционировать. Тогда, вот, прошлогодний опыт, он и показал, что это начинает работать. Когда три фактора есть, тогда механизм начинает работать, волонтёрство начинает развиваться. И мы думаем, что в следующем году мы таким же методом мы отреставрируем башню Пономарёва, почему-то её называют башня Мончары, на самом деле башня Пономарёва в селе Май. Это как раз непосредственно с НВК Саха. Это наш проект. Да, мы уже обговаривали с вашим руководством. Я думаю, что именно провести такой прямой эфир по сбору финансовых средств для этих работ, а там нужно порядка... Это башня с бойницами, которая возле Майонской школы стояла. Да, 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 да. Поэтому вот... Как сейчас помню, 1982 год. Один из этапов там как раз... Я думал, как помню, как сидел там. Не-не-не-не. Я слишком молодую. Ну, в начале вот нашей программы, в записи нашей программы, Александр, ну, не знаю, может, с иронией какой-то сказал, вот пять лет мы бакланим про это дело, пять лет мы говорим, болтаем, болтаем, болтаем. Но на самом деле, вот даже болтая, Саш, мы делаем хорошее дело. По крайней мере, мы ставим те вопросы, на которые нужны четкие ответы, четкие механизмы. Четкие. Как в свое время волевым решением вот реставрация старого города, да, превратилась в воссоздание. То есть, и здесь ошибиться, как два пальца об асфальт. Очень легко. И я очень благодарю еще раз вас, вот актив Общества охраны памятников архитектуры и культуры, то, что оберегаете нас, в смысле нас, всех горожан, от таких вот ошибок. Руководство города, руководство республики, всех вовлеченных. От таких вот ошибок. Я еще раз говорю, спасение залога, сохранение часть, вот той части залога, которая еще, я думаю, это будет не одно десятилетие идти, работа. И вот здесь вот... На 500-летие Якутска мы его восстановим. Возможно. Ну, по крайней мере, хотя бы к 400-летию, да, можно было бы как-то напрячь. Ну, я думаю, все-таки на оптимизме надо смотреть. Чуть-чуть пораньше. Да, все-таки сдвигается этот вопрос. И вот то, что ты правильно сказал, да вот мы 5 лет что-то говорим, а ведь в первую очередь всегда должна быть информационная направление. Вот возьмите большевиков, да, они создали искру. Не просто так. Есть очень увлеченный тоже человек, Егор Петрович Макаров, да, который говорит, что без якутской лошади не случилось бы освоение, не то, что Дальний Восток, не случилось бы освоение русской Америки, не случилось бы, не случилось бы, не случилось бы и так далее. Абсолютно с ним согласен, да, еще раз, учитывая то, что Якутск, это реально, вот Витус Беринг, все вот землепроходцы, которые центром своих очень стратегических направлений избрали именно Якутск, то, что Якутск вплоть до начала 20-го века был центром торговли между Китаем и остальной России. Я думаю, что мы живем с вами в удивительном месте, в котором максимальное усилие требуется для того, чтобы сохранить вот то, что имеем. Государство, вот государственная политика говорит, это государство сейчас из каждого утюга говорится туризм, 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 туризм. Туризм, вот Саша подтвердит, на наводилах не сделать. Туризм сделать только на аутентичных хороших вещах, которые сохранены. Вот в свое время я работал в министерстве по делам предпринимательства, вот как раз мы занимались вопросами туризма, да, вот как раз. И для туриста очень интересно, даже он приехал в Аймекон, да, ну да, это климат, это дано природой. И для них было интересно, а как же живут люди там? И когда говорили, что в 60, минус 60 градусов люди не только жили, но и у них рождались дети, они и в садик ходят, и в школу, для них это было удивительно, или они хотят, покажите, как они живут, как они там. Поэтому очень много туристов останавливаются, они любят останавливаться именно у людей, в их домах и смотреть, как они живут, погрузиться в этот быт. Поэтому мы, Якутия, это интересно не только, скажем, своим климатом, да, это дано, природой, а вот именно как человек адаптировался к этой природе, к этим суровым условиям, да, вот, это же интересно. И пошел покорять дальше. Конечно. А и вот тоже самое, возвращаясь к лошади, казаки шли по рекам, на кочах, да, они вот, транспортная схема, это реки, да, вот, все. Он вышел на берег, дальше уже не знать, куда он, больше всего, он не может идти, без Якута, без проводника, без лошадей, без еды. Поэтому, конечно, в этом плане, освоение огромных каких территорий, оно шло благодаря тому, что, в принципе, я бы даже сказал, не было таких вот резких противоречий. Да, были конфликты, обязательно, без этого никак, но в основном, они шли вместе и покоряли, и осваили все эти огромные территории до Аляски. Да, а скажем, а как Америку осваивали, да, ковбои, мы же знаем по истории, да, вот, сколько они индейцев уничтожали просто-напросто. И много веков. Дорогие друзья, вот в таких вот увлекательных, очень увлекательных, да, речь же о кладах, о привидениях, о старой истории, о географических открытиях, романтике, о разговорах, ну, вот проходит очередная наша встреча, очередная, я абсолютно уверен, что это не крайняя, не завершающая какая-то, с хранителями Якутска. Я назову их так, хранители Якутска, это прежде всего Андрей Анатольевич высоких, поскольку я являюсь членом общественной палаты города, это мой бывший руководитель, земляк Руслан Васильевич, это Александр Дяконов. В программе «Горожане» мы еще раз рассмотрели вопросы о том, как сохранить, что сохранять и в какие сроки это должно быть сделано. Увидимся в следующем выпуске программы «Горожане». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин